Уровень Роберт Андилса Что это такое? Я расскажу Для этого мы собрались В принципе у всех возникает вопрос на встрече Как выстроить уровень доверия с человеком То есть такой, чтобы он И листинг подписал, договор подписал Но не у всех это получается Вот соответственно и за уровень доверия По бизнесу расскажи вот коротко Сколько сейчас объем у тебя листингов И договоров Как говорится, на что равняемся Ну листинговров 5 За 2 месяца было 5 евро Листингов что-то больше 20 Ну там просто вытем все Левые, скажем так Ну нормально Первое о чем стоит сказать Это, что есть такое понятие Как рапорт В психологии Рапорт это Уровень доверия между людьми Как его... Рапорт основан между всеми людьми То есть даже с человеком на улице Он есть Вопрос только в глубине Насколько он глубокий Соответственно, чем глубже рапорт, чем человек вам больше доверяет Соответственно, есть уровень рапорта Чтобы человек вас в квартиру запустил А есть уровень рапорта, чтобы он листинг и договор подписал То есть это разное Человек вам больше доверяет Вот Что еще здесь стоит сказать Наверное, все Психолог есть какой Роберт Дилтс Он когда-то понял, что весь наш субъективный опыт Он как-то формируется в нашей голове И придумал такую таблицу Не таблицу, а пирамиду Которая делится на 8 уровней Вот Первый уровень Это окружение Самый нижний Это то, что человек окружает Это предметы, вещи И так далее Отвечает на вопрос Что Кто Второе Второй уровень Это действие Отвечает на вопрос Что делает Человек То есть это все, что связано с его действием Какие он делал действия вообще в своей жизни Какие коммуникации вел То есть это все в его голове Вот На вот этом уровне Третий уровень Это способности человека Способности Навыки Отвечает на вопрос Что именно делает Или как именно делает Третий уровень Это убеждение Убеждение Отвечает на вопрос Почему Следующий уровень Это ценностей Отвечает на вопрос Зачем И дальше идут Еще два уровня Самые глубинные И люди чаще всего их даже не осознают Это самоидентификация И миссия Миссия Человека То есть кто я Что я в этом мире Вот Для чего это все нам нужно Соответственно Вот Аэропорт Как его углублять Это в основном Подстройка То есть когда ты подстраиваешься по человеку, под его тембр речи, под его, я могу потом скинуть, под его тембр речи, под его ползу, под все, и соответственно можно подстраиваться по этой пирамиде. Чем выше по ней идете, тем выше у вас уровень доверия с человеком. Еще что по пирамиде, если бы сказать, что вот эти уровни, то есть это до способностей, человек осознает, то есть он понимает, что здесь происходит на этих уровнях. Все, что вышло, убеждения, ценности, самоидентификация, миссия, человек не осознает. То есть когда вы задаете вопрос по вот этим уровням, человек понимает, что он отвечает, и он сознательно к вам больше начинает доверять. Если вы переходите выше, человек может быть сознательно понимает, что он вас только запустил в квартиру, но так как вы ведете правильный диалог, вот это все понимаете, подстраиваете, когда человек бессознательно начинает больше доверять. То есть он это не понимает, что он вам больше доверяет. Есть пример какой-то? Пример. Что-то я не все так... Да, я... Сейчас. Вот прям вот конкретно, конкретизировать. Да-да, я расскажу туда. Ну, если прям по встрече разбирать, да? Ну, встреча, собственно, на квартире. Да, да. Вы заходите в квартиру, соответственно, вам человек уже доверяет. Вы находитесь с ним в одном месте, соответственно, по окружению у вас уже уровень рапорта на минимальном уровне есть. Дальше вы сняете ходить по квартире, задать какие-то вопросы. Это, ну, здесь опять идут вопросы, то есть, что и человек окружает. И вот здесь вы вместе делаете действия. То есть человеку больше начинает доверять, что вы уже что-то вместе сделали. Дальше это идут способности. То есть, когда вы человеку конкретизируете, например, вам понравилась какая-то вещь, вы на связи спрашиваете, где именно он ее купил, почему он выбрал именно эту вещь. Соответственно, человек вам говорит, понимает, что вы задаете интересный вопрос. Его интересы, да, какие-то обсуждаете? Да-да, можно так сказать, интересы обсуждать. Дальше переход на убеждение. Это, допустим, ну, человек вложился в ремонт, да, и вы начинаете спрашивать, у него там какой-то определенный дизайнерский ремонт. Вы спрашиваете, почему именно такой стиль? Человек начинает объяснять, почему там какие-то, возможно, уже более глубинные вам может рассказать вещи, которые он не каждому там риэлтору расскажет, не каждому человеку. Вот, ну и, соответственно, доверяет вам он уже больше. Для того, чтобы нам подстроиться под этот уровень, нам нужно как-то свои истории вставлять, хвалить то, что его интерес, эти вот эти глубинные мотивы, которые он говорил. Ну, например, он любит экологичные отделочные материалы, да? Да, да, да. Убеждение, что он центральный. Можно поддерживать? Да. Нет. То, что все натуральное, это будет уже ценность. А, ценность. Да. А убеждение, это, например, все натуральное, полезное, это будет ценность, а убеждение, все материалы в квартире должны состоять из натуральных вещей. Вот так. Вот. Это может еще, допустим, убеждение не только по поводу квартиры, а убеждение по поводу политики, например. А, мы просто говорим про, я перевожу сразу в площадь. Вот он, допустим, болельщик «Спартака». Да. То есть, если ты ему скажешь, что я болею за ЦСКА, все, ничего не получится. А ты просто говоришь, что «давай, Спартак чемпион». Ну, да, ценностей у людей много. Просто наша задача их выявить, эти ценности, задать правильные вопросы, чтобы человек на них ответил, под эти ответы подстроиться и, соответственно, быть человеку ближе, чем все остальные. Вот так. Если более. Так. Теперь. Ну ладно. Как есть инструменты, с помощью которых нам легче двигаться по этой пирамиде вверх. То есть, которые нам упрощают, которые, как сказать, быстрее двигаемся вверх. По пирамиде. То есть, как сказать, это уже момент того, сколько будет ваша встреча. Вы можете по этой пирамиде двигаться три часа. Ну, соответственно, это же не надо. Можно две встречи за три часа провести, правильно? Вот. Есть инструмент. Первый – это заткнись и слушай. Чем больше вы слушаете человека, тем больше человек вам доверяет. Вот. То есть, больше вопросов, больше именно, чтобы человек говорил, а не вы. Во-первых, когда вы говорите, непонятно, что вы говорите, что вы передаете человеку. То есть, возможно, вы по человеку не подстраиваете себя, не то, что цен на человека. А он может портиться. Хочу еще сказать, сколько нужно говорить и когда. Есть такое понятие в психологии, как кейс. Кейс наш состоит из кейсов. Это вопрос. Ну, три части у кейса. Вопрос. Ответ. И комментарий. Ну, соответственно, вопрос, неважно с какой стороны. Ну, смысл в том, что вообще, в принципе, эти кейсы есть. То есть, один вопрос есть, прошел ответ, комментарий другого человека, соответственно, вам человек задает вопрос, значит, уже новый кейс. Кейс состоит из 100%. Ну, условно. Должен состоять. Соответственно, если вы задаете вопрос, ну, грубо говоря, вам 10%. Вам дают комментарий, ну, сухой. Например, вы спросили, где человек покупал люстру. Ну, ну, в том магазине, ну, на 10% ответ. Соответственно, ваш комментарий должен быть на 80%. И переходим к следующему кейсу. Следующий вопрос какой-то, допустим, допустим, следующий вопрос будет уже на 10%, но человек вам ответит больше, например. Не совсем понятно, что на 80%. Ну, то есть, если человек вам сухо отвечает, то ваш комментарий должен быть раскрытый, большой, к этому ответу. Ну, то, например, не знаю, купил люстру в этом магазине, вы комментарии, о, да, классный магазин, там, я-то тоже часто бываю, с семьей покупаю, ну, то есть, вот так. Вот, соответственно, допустим, второй вопрос вы задали 10 на 10%, человек вам на 40% дал ответ. Ну, соответственно, ваш комментарий уже меньше будет. Вот, если вы задаете вопрос, человек вам раскрыто, ну, отвечает, то комментарий может сделать маленький. Закрывайте кейс. Ну, соответственно, как это, лучше этого придерживаться, можно, у каждого там свои есть какие-то, возможно. Второй инструмент, который нам позволяет быстрее двигаться по пирамиде, это комплименты. Здесь хочу сказать про Олю Дедкова, вот она вообще молодец. На встрече когда были, помнишь, когда нас выгнали с этой квартиры? Помню, помню. Вот, там такой момент был, зашли в комнату, Оля говорит, классно, у вас люстра, первый комментарий. Человек отвечает, ну, да, классно. А Оля говорит ему дальше, умеете вы выбирать, то есть второй комментарий, второй комплимент. Он говорит, да это не я выбрал, мне друзья подарили. Классные у вас друзья, вы умеете выбирать друзей. Четыре комментария за минуту, четыре комплимента. Вот, это может получиться, если у кого-то есть проблемы, сходите на встречу с Олей. Получитесь. Про комплименты, можно в книге Сергея Азимова, они хорошо раскрываются, это переговоры, примеры, там много про них. Мне просто люди, что понравилось, и все. Они бывают открытые, бывают закрытые. Ну, то есть открытые, это когда вы человеку прямо говорите, у вас красивые глаза, Оля, ну, например. Либо там закрытый комментарий, комплимент, это ремонт сами делали, или дорогого специалиста заказывали, там, нанимали. То есть уже дорогое есть слово, закрытый комментарий. Это сложно, такой комплимент, да? Закрытый, чаще всего. Потом здесь можно еще сказать про комплименты, что их можно скрывать, открытые комплименты, например, «Красивая у тебя рубашка, Эдуард, где ты ее купил?» То есть вопросом вы закрываете потом комплимент. Человек уже, комплимент зашел, уровень доверия повысился, но закрыли вопросом, он не обратил внимания на комплимент, так скажем, на бессознательность раз зашел. И можно сказать, что комплименты можно человеком управлять. Например, вам нужно, чтобы человек был более открытый. Вот он закрытый сидит, вам еще ответы дает, там, 20% какие-то. Вам нужно, чтобы больше он раскрылся. А вы начинаете это хвалить. То есть вы такой открытый человек, вы такой дружелюбный, чтобы человек раскрывался. Какое качество вы хвалите, то человек еще больше начинает демонстрировать. Вот, это про комплименты. Третий момент, это имя. А, про комплименты еще могу сказать, но это лично я так делал. Заходишь в квартиру, делаешь комплимент району, фасаду, входной группе, собственнику и потом на квартиру переходишь. Ну, то есть у вас уже 5 направлений, куда можно взять комплимент и сразу зайти и выполнить человеку, можно так сказать. И про комплименты еще стоит сказать, даже если человек видит, что вы его говорите специально, он все равно заходит. То есть это не порт в отношении. Третье, это имя. Допустим, Сергей Зимов относит имя к комплименту. Вот, я тоже так считаю, что как можно больше нужно говорить имя, как можно больше, чаще по имени человеку называть. Это тоже повышает умное доверие и проще становится двигаться по пирамиде. Ну, не сильно часто. Иногда бывает, вот видно, что человек прошел киев-тренинг и начинает имя без конца, без конца. Это тоже напрягает. Ну, да, ну этот момент можно, если контролируется настоятельно. Понимаете так? Если видите, что человек напрягает это, ну, тогда порежет. Ну, все равно, стараться говорить имя все-таки, не понятно, что. Для этого его нужно записать. Да, бывает, что раз и вылетел. Не просто записать, а еще спросить, потому что человек опять же, ну, спрашиваешь имя, он говорит, там, меня зовут Ирина, там, другой скажет, Ирина Федоровна, меня зовут. Да, да. Ответственно, ну, можно вообще конкретно разрушить все вот это вот отношение. Еще вот, называй, не так. Ирина, говорили. Это можно старать? Да? Угу. Общательно. Да. Ой, не знаю, что внутри сидит. Можно, когда по встрече идешь, готовится. То есть, вот у вас есть лист, допустим, вот здесь поставили квадрат под имя, допустим, для этого Эдуа. Записали. Здесь все там 4 отметки, чтобы 4 раза по встрече имя человека назвать, ну, и закрываете. Ну, вот так, например. Тоже классно, я думаю. Так, дальше. Это истории. То есть, у каждого человека в жизни есть какие-то свои истории, там, веселые, не знаю, какие-то, с друзьями где-то, где-то с семьей, где-то в спорте, где-то отдых. Ну, единственное, что нужно эту историю вовремя сказать. То есть, допустим, если человек вам говорит про семью, и явно демонстрирует вам ценность семья, то говорить про спорт, про какие-то свои, там, посиделки с друзьями, ну, явно смысла нет, человек вас не поймет, о чем вы это сказали. Вот, соответственно, когда человек вам что-то говорит, демонстрирует свои ценности, вы уже можете подбирать какие-то истории. Допустим, есть у вас там диалог, да, человек, там, 5 ценностей каких-то сказал вам за какой-то истории, сразу в одной истории 5 ценностей продемонстрировал, там, семья, там, друзья, активный отдых, ну, пусть будет 3. И дальше вы можете отдельно рассказывать историю под каждую ценность, отдельно историю про семью, отдельно про друзей, отдельно под активный отдых. Можете одну историю рассказать, где все эти ценности демонстрируются, что вы такой же человек, что вы его понимаете, что вам с ним комфортно. Ну, вот, собственно, это инструмент для него. То есть за политику зайдем? За политику. Политика, спорт, то есть явные темы, где могут быть различия, и вы не сможете. Мне кажется, про политику, религию, вообще эти темы, я хочу сказать, долгие темы, они скользкие. У каждого человека на эту тему может быть свое мнение, и вы явно будете натыкаться на спорт. Спорт, он явно рушит рапорт, и сколько бы вы там ни говорили, вы просто вниз скатитесь, и все. Поэтому, не знаю, я лично эту тему избегаю. По религии это будет. Нет встречи. Вот, так, еще какие-то стремления. Ну, по рапорту есть еще такое, ну, дыхание, там, типа... Есть вербальные техники подстройки, есть невербальные. Вот мы говорим про вербальные, про подстройку именно по ценности человека, и вот его субъективный опыт, его мнение об этом мире. Ты под это подстраиваешься. Ну, я считаю, что это эффективнее, чем сидеть и дышать так, как человек. Ну, и выявить проще. А, выявить можно как человек? Можно. Да, еще пробегись по инструментам, что-то они как-то в одно слились. Оградили. Окей, сейчас. Ну, инструменты, то есть, с помощью которых легче двигаться по пирамиде, легче эти ценности выявлять, подчеркивать, так скажем. Легче устанавливать рапорт, углублять его. Первое, это здесь. Заткнись и слушай. Чем больше вы слушаете человека, тем больше он вам доверяет. Он вам доверил какую-то свою информацию. Соответственно, вы для него уже хороший друг. А если вы дальше идете по пирамиде, да, это там ценности он вам какие-то рассказывает. Вообще, хочу сказать, если до ценности доберетесь, то уже вы отличаетесь от большей массы приемторов. Ну, я так считаю. Потому что все топчутся возле там удействия. Давайте подпишем договоры. Говорят, нанесут то, что нужно им получить человеку. Все люди начинают человека. Про там, про там, про там. Он говорит, а мне купить надо. Давайте договор подпишем, пройдем в офис. То есть это все возле действия. А, или не выше. Заткнись и слушай. Задавайте правильные вопросы. Вот по пирамиде вопросы-то те видели. То есть чем выше они, тем они сложнее, эти вопросы. Тем человеку сложнее на них отвечать. И когда он вам это отвечает, он больше доверяет. Вот. Могу сказать про этих, здесь еще про бабушек прокомментировать. Ты с бабушками, когда сидишь, их вообще, им вставлять истории, я считаю, что вообще не надо. И просто задаешь вопросы, и их поток, все информации, которые они вам несут, скажем так. И его нужно просто регулировать, чтобы он вверх шел по пирамиде. То есть задавать правильные вопросы в нужное время. То есть видите, что она уже много про свою там кастрюлю рассказывает. Знаете, надо ее подобрать выше. Много она рассказывает про то, как она в магазин вчера сходила. Дальше надо. Почему-то мы виновы в этом магазине. Почему-то у бабки. Вот. Второе. Это комплименты. Комплименты. Вообще, в принципе, так. Заведено. 4 минуты нужно говорить. Опять же. Для тех, кого не было. Не надо. Пойдите с Олей. Оля вообще просто их классно делает. Чем мне в самом деле не ловко было, когда я с ней ходила встреча. Ну, для примера. Вот заходим в комнату. Человека висит люстра. Оля говорит, классно у вас люстра. Умеете вы подбирать вещи под интерьер. То есть она, во-первых, комплимент сделала по ценности. Ой, выше. То есть прошла. Первый по окружению, второй по действию. Похватила только человек действий. Она уже тоже выше поднялась по пирамиде, скажем так. Потом человек говорит... А, потом... Тем не менее, наш член выгнал. Ну, там уже не из-за тебя. Ну, ладно. Он переговорил. Он говорит, а, умеете вы выбирать. Да это не я выбрал, для друзей под интерьер. Классные у вас друзья. Умейте выбирать друзей. 4 комплимента было за минуту. Ну, вот. Вот так. Комплименты еще не сказал, что их можно делать так же по пирамиде. То есть отдельно там какие-то вещи. Отдельно вещи, какие-то комплименты давать. Отдельно давать действия, то, как человек это делает. Ну, то есть, вот, опять же, пример с Олей. Классно вы умеете подбирать вещи под интерьер. Дальше можно способность. То есть все-таки, как же классно у вас получилось вот эту люстру вот сюда подобрать. То есть вы уже способности человека еще больше выделили. Дальше это убеждение. То, как человек думает. То есть можно это тоже хвалить. Например, ну, вот, про натуральные вот это. То, что был пример с натуральными... С отделкой, с натуральным материалом. То есть это правильно выбирать одежду. Ну, то есть вот так. Тоже похвалили человеку вам еще больше, что вы такой же. Вот, вы молодец, вы друг. По ценности, что... Мы почему сейчас сводится все к тому, чтобы человек поменял, что пришел такой же человек, как я. Да. Ну, как собственник. Ну, у каждого свое, да. Для вас это так. По ценности тоже можно. Например, человек, я говорю, вот, хочу расшириться. У нас в семье тесно, да. Вот мы хотим, чтобы нам больше было места. Вот, вы молодец. Я тоже ценю людей, которые там... Для которых семья стоит на первом месте. Похвалили ценность человека. Можно сюда вставить какую-то историю о своей семье. Тоже хорошо зайдет и еще больше повысит опор. Есть определенные темы, через которые... А, я еще не все инструменты сказал, да? Комплименты. Затем, сучка, имя. Третье. Как можно чаще называть человека по имени. Выяснить, как человек хочет, чтобы его называли. И называть имя чаще. То есть, вот, опять же, записали имя, нарисовали себе 4 квадратик, чтобы за встречу 4-5 раз сказать имя человека. Четвертое, вспомнил, это переход на Т. То есть, когда человек переходит на Т, начинает... Ну, соответственно, я лично придерживаю того, что его все равно на Вы называют. Вот, если он переходит на Т, это вообще знак, что вы хорошо подстроились, во-первых, для вас. Ну, и во-вторых, что человек вам... Ну, в принципе, то же самое, что он вам еще больше доверен, значит, вы еще больше подстроились. Вот. Пятое, это истории. Ну, говорю, у каждого есть истории в своей жизни. Я вообще бы рекомендовал 5 историй выписать, хорошенько их расписать, эти истории, чтобы они включали и визуальные какие-то моменты, и то, что человек слушает, и что вы слышали в этих историях, что вы видели. 5 историй записать и в нужный момент их вставлять. Про ракторишку? Ну, вообще, любых историй. Отдых, не знаю, путешествия, отдых, сноуборд, активный отдых, пляж, море. Ну, то есть у каждого человека есть интерес. Вот. Так, ну и все, вылетись. Про комплименты еще сейчас вспомнил, что комплименты все-таки желательно, чтобы вы искренне, и заходите в квартиру, нужно выделить, что именно вам нравится. Вот это выделили для себя в квартире, и как можно чаще это упоминать в разговоре, как можно чаще про это говорить постоянно-постоянно, что вот у вас классная люстра, посидели немножко, классная у вас люстра, что она вам не очень нравится. Не зацикливаем? Нет, нормально. Через 9-10 миллионов, да, я ищу, ты уже эту люстру, да? А, есть еще одно момент, когда, ну, нечего вытеть в квартире, ну, нечего, вам, что не нравится, хорошая квартира, подремонт идеально. Место расположения, возможно, около парка. Очень убитая квартира. Убитая из окна. Очень убитая квартира, прекрасно. Для тех, кто хочет здесь жить, как хорошо вы поздравили, да? Здесь у вас жизнь, нужно будет ничего ломать. Активно живите. Убитая квартира. Как вы все равно умеете убивать квартиру, да? У вас красивый трехважечек. Таких убитых квартир, я еще не имею. Вот, видите, нагенерили, можно записать, можно поднять церковь даже за счет этого. Бывает, когда, но действительно не хочется ничего выделять. Можно обращать внимание все равно и выделять то, на что человек больше времени затратил, во что он вложился, какую-то вещь, какую-то комнату, и ее хвалить. Вот не нравится на вам, но увидите, что человек в нее вложился. А как ли ты понимаешь? Ну, например, если у нее детская сделана, ремонт, да, там, хорошие обои поклеены, красивая, там, купленная не из Икеи, мебель, а в другие комнаты вообще с муниципального ремонта как въехали, так и есть. Явно понятно, во-первых, ценность это дети, для человека. То есть, если вы будете истории про детей рассказывать, человек будет вам вот так слушать, и туалит будете детей, его умения, только там за детьми смотрят. И комнату уделяйте, комплименты постоянно, говорите, в каком-то деле все. Так, есть темы, через которые проще всего подниматься по пирамиде, то есть, темы, в которых у каждого есть что вставить, и каждый может что-то рассказать. Первое, это отдых, отдых, отпуск, будущее, прошлое, необычное. про секрет не рассказал. Секрет, да, секрет, еще есть инструмент хороший, это секрет. Если вы рассказываете человеку секрет, какой-то, он вообще доверяет. Но это секрет, прям секрет, секрет должен быть, что действительно мало людей, он знает, что если вы будете секреты придумать, это наоборот будет тревать на порт. Прикольно, да, прикольно, для того, что было. Вот, тема отдых, отпуск. Ну, человек ему рассказывает про отдых какой-то, выслушали, рассказали свою историю, вопросы позадавали, почему именно, что он выделит в этом отдыхе, почему именно туда поехал, с кем ездил, что видел, что слышал, что чувствовал. Вот, это первая тема. Вторая тема, это лучшие моменты в жизни. Чем человек гордится, что для него, что он такого сделал в жизни, ну, то есть, это разное может быть, не знаю, ребенок, ребенка, может, что-нибудь купил, ну, у всех бывает, то есть, здесь важно еще то, что каждый человек это индивидуальность, для каждого человека есть свои понятия гордости и героизм, у каждого свой есть там, для кого-то это будет марафон пробежать, а для кого-то действительно, для ребенка, там, сводить зоопарк. Но это все равно нужно оценить и это понимать. То есть, надо говорить, вот ты лошара, у тебя в жизни единственный город, с тобой ребенка в зоопарк, с вами. Ну, подстраиваться, наоборот, делать элементы. Так, третья тема, это детские отжиги. покурим на балконе. Ну, у каждого тоже разные были, нужно это понимать, оставлять. Истории, комплименты говорить. Ну, четвертое, это меньше относится к недвижимости, но все же скажу, это женщины. Любой человек может про них поговорить, причем чужие, не своя. что человек, может быть, вы будете хвалить женщину, она не сам, не нравится, но женщина, просто с ними. Из-за того, что у нее квартира, как комната в Москве. Разные, ладно. Так, и что еще? Тогда с женщиной можно общаться о мужчинах, почему нет? Попробуй. Я уже общаюсь, удачно. Молодец. Так, что еще? Ну, вкусы человека, ну, это, может быть, лучший момент в жизни, чай какой-то, еще что-то. Почему именно такой чай? Все вроде? Все эти темы. Ну, вроде все. Увлечение, мечты, хуйбрень. А, да, точно, увлечение, мечты, хуйбрень. Мечты, вообще, я бы выделил, поделил. Что такое мечты? Мечты? О чем человек мечтает? Чего он хочет? Квартиру мечтает? Куда в отпуск хочет поехать? Вообще, вот я когда про мечты разговаривал, когда человек вот так вот сидит, вверх вот, смотрит, все, это, попали. Вот так. И рассказывает, беспорядочно. Его главное здесь не перебивать. Вот это самое важное. Перебивайте, все, сразу. День течения, ходить. Кто-то такой? Кто-то общался с человеком по мечтам, он чуть на поиске опоздал. Прошу, что не опоздал. Ладно. Ну вот. Все. Что-то больше вы не ничего, тут вполне помню. Ну вот, такая тема. Важно на эту пирамиду, все-таки, обращайте внимание, и если вы это знаете, это все-таки большой плюс, чем если вы об этом не знаете. Хорошо. Как общаться с клиентом на уровне миссии, допустим? На уровне миссии, я бы не советовал туда лезть. Почему? Потому что, во-первых, это... Это не уровень первой встречи? Это не уровень первой встречи, явно. Вообще, в принципе, это зависит от того, насколько человек образован, насколько человек... Все-таки, это понимание своего места в этой жизни. Почему он с кемпроме, с кемпроме, с кемпроме. Да. Не каждый человек вообще, в принципе, до этого уровня по своему развитию доходит. То есть, эта логическая пирамида, она вообще универсальна. Она подходит к бизнесам, она подходит к развитию человека отдельно, подходит к разговору. И люди по этой пирамиде тоже, в принципе, развиваются. И не каждый доходит до своей веси, доходит до этого вопроса. Кто вам в этой жизни? Что ему нужно в этой жизни? Где большие комиссии, люди? Большие комиссии? Возле ценностей? Почему? Почему? Вы для человека подстраивались, вы для него становитесь как друг. Фактически продажа сводится к чему? К тому, чтобы выстроить дружелюбное отношение, сделать ему универсальное торговое предложение, назвать комиссию. Человеку он доверяет, все, ему уже все равно. Мы уже все сделали. Я так понимаю, достаточно прийти в квартиру, познакомиться, подружиться с человеком, в квартиру. Я так понимаю, что он доверяет. Ну, договор закрыт, а потом еще работать надо. Комиссию свою расстраиваются. Ты же мой подруг, не побейте мне так, но где нет? Смотрите, в чем его? всего. Добирайтесь до ценностей. Вообще, возражения, которые есть на встречах, они на уровне убеждений. Человек считает, не знаю, это его убеждение, что если много риелторов, то это хорошо. Это его убеждение. Если вы добираетесь до ценностей, то у вас убеждений уже нет, вы уже здесь. Возражение. Возражение, убеждение. Надо просто здесь или пригрыть этот момент, уходить в ценности. Да, в ценностях, если вы здесь, то здесь уже человек вам ничего не будет. Если это что? Как минимум, хотя бы, самоотентификация, самоопределение, самоотентификация, эти убеждения будут, но если вы будете на уровне ценностей, с возражениями уже проще бороться. То есть, для вас это не будет большой такой преграды, через которую нужно там биться постоянно, Диму Шаманин назвать, не знаю, Диму урутиться всех, чтобы они наконец победили. Мы же друзья, давай подписываем. Здесь, да, не знаю, у меня когда, если хорошо выстроен все-таки рапорт, все-таки высоко, если добрался, листик протягиваешь, или даже не смотришь, что они там, то есть, не все равно вообще. Ты для них друг, все, друг семьи, друг этого. Когда им перезваниваешь после этого, там, не важно, какие были достигнуты отношения, не важно, там, какие были договоренности, перезваниваешь, они тебя вспоминают. Ваша спичка у нас до сих пор. Да, да, спичка, ну, вообще, не знаю, я лично ставлю себе цель именно здесь пробраться. Не листик, ничего, вот как можно выше пробраться. Опять же, еще можно сказать, что можно выстроить рапорт высокий с каждым человеком, но с кем-то легче кому-то выстроить, а с кем-то нет. Вы, каждый из вас сформировавшаяся модель, у вас свои убеждения. Под кого-то вам проще подстраиваться, потому что вы действительно совпадаете, под кого-то сложнее. и, то есть не нужно тут огорчаться, чтобы у меня ничего не получается. Просто человек такой, не ваш, вам больше времени нужно потратить, а нужно вам это. Квартира убита, комиссия там 50 тысяч рублей. Ну, смысл под него подстраиваться в 40 лет. А если два собственника, под кого подстраиваются? Под обоих. Они разные? Разные, под разные подстраиваются, да и все. И подстраиваются по того, кто рулит? Ну, подстроиться лучше под обоих, на всякий случай, но все-таки тот, кто рулит, он же принимает решение, значит, словит в какой момент, тот, который принимает решение, все равно так или иначе советуется, да, с тем? Если кто подстроился, тут ему прокапывал, выводит. Обычно, кто молчит, кто бы принимает решение. Смотри, когда ты, допустим, подстроился под человеком, который принимает решение, да, ты ему говоришь, он тебе верит, он с тобой согласен, он начинает говорить второму человеку, если он советуется, а тут он говорит, ты что, дурак, что он тебя вообще напаривает? Это тебя разводит. Да, тебя разводит, напарь, такого в дом запустил, там, мошенник, не надо, ну, поэтому лучше с собой провести беседу, как уж там. С собой в дом сочетать, правильно? И подстроиться, соответственно. Хорошо, когда вот ты приходишь на встречи, допустим, да, и там сидит три человека, да, как ты понимаешь, что ты вот, ну, ты вот по этой лестнице начинаешь запираться, правильно? Ну, как ты понимаешь, что ты уже со всеми подстроился, что люди, ну, все вот, обратная связь, глаза, там, слабо, кивки какие-то. Это прежде всего от внутреннего состояния, от вашего. Человек считывает с вас. Если вам комфортно, если вам нравится ваше общение, то, значит, вы хорошо подстроились, вы далеко забрались. Если вам не нравится, и человеку не нравится. То есть, что вы испытываете, то испытываете человек. То есть, на себя нужно обратить внимание, не на человека. Вот так. В смысле, я чувствую, что мне хорошо, что идет разговор туда, куда нужно. Я могу задать любой вопрос, без стеснения, без ничего, вопрос по комиссии обсудить без проблем. Почему нет? Здесь нормальный рапорт. у многих вот ошибка, опять же, ну я считаю, что все-таки ошибка. Люди говорят, да я даже листью не достал, у нас там все замечательно, все идиллия полная. Так ли это? Ну, я могу сказать, что у меня... Пожди, вопрос в чем мешал. Вопрос в том, что не иллюзия ли это, вот эта идиллия, потому что, опять же, момент, ну если все хорошо и замечательно, то априори должен человек все подписать и, как говорится, уйти нормально. Но агент, самообманом занимаясь, говорит, ну я вот даже вот листинг не доставал, там все и так хорошо, он там, ну допустим, мы договорились, он там через пять лет придет там в офис подписать договоры. Я здесь лично свою историю могу рассказать, как у меня было. Я человека добрался до ценностей, именно его жизненные, личные ценности. Хорошо добрался, много трепались по разным другим темам на встрече. Перешел к разговору о недвижимости, о продаже его квартиры. Человек, ну там его ценности я выявил, почему. У него было возражение, что у нас высокая комиссия. Он не захотел из-за этого работать. Я с ним листинг не подписывал, потому что у нас листинг был уже у кого-то с ним подписан в компании. Перезванивался человек, созвонился с ним второй раз, вспомнил, вот хорошо, вот все, как у вас дела, все здорово, ну то есть тепло, скажем так, встретил второй звонок. Через месяц я перезвонил, перезванив через третий месяц, понимая, что человек все-таки пошел на договоренность в какой-то компании, переубедил еще раз встретиться, второй раз, ну нормально. Если выстроены отношения с человеком, ну действительно хорошим, но это нужно, не знаю, понимать, чувствовать, то я думаю, что можно и без листинга, опять же, листинг это же реклама, это ты отдельно раз на него внимание обращаешь, но я лично для себя их только из-за этого заполняю, чтобы они у меня были лично в кабинете, чтобы я про них не забывал. Ладно, иногда для этого, хотя и понимаю, что отношения хорошие с человеком. Опять же, чем больше времени прошло, тем раппорт ниже со временем, ну уменьшается. Поэтому нужно перезвонить, напоминать о себе, маркировать какие-то вещи, чтобы человек не забывал о тебе. Я вот спички дарил на встрече в конце. Запоминали, нормально реагируют. Один раз, вы до сих пор вашу спичку там не использовали, она за начинку. Это движение, да, ты имеешь в виду? Конечно, не имеешь в виду. Что, какие-то вопросы? Еще вопросы, ну это вот понятно, да, что ты вот приходишь на первую встречу, да, если мотивация у продавца хорошая, то скорее всего, когда ты доберешься до ценностей, все проработаешь, то человек, по большому счету, ну, а что ему, да, он уже начинает работать, на следующий день он приходит в офис. Да. Правильно? есть ли мотивации недостаточно или ты, ну, в принципе, хорошо постарался и все сводится к тому, что ты подписал листинг и вроде как дальше, как ты будешь общаться с этим человеком, то есть, когда нет мотивации? Нет, мотивации есть, просто получилось, что ты с первого раза не заключил договор, да, как ты общаешься потом по телефону с этим человеком, строишь работу, допустим, на протяжении месяца, или критерии у тебя какие-то есть, и как ты по телефону в общем, строишь работу, по лестнице как-то запираешься или как? Или у тебя еще одни встречи, вторые встречи лично? я вообще делю, не первая-вторая встреча, а чуть по-другому, сейчас. Я считаю, что есть просто порядок первой встречи, на нее есть определенные задачи, да, на первую встречу. Задачи, выявить мотивацию, там еще какие-то, ну, не важно, есть определенные задачи, ты их должен на первой встрече решить, да, у человека выявить, соответственно, поставить здесь плюс. После того, как ты эти все задачи выполнишь, ты переходишь ко второй встрече. Сколько фактических встреч будет на первой встрече неизвестно. То есть, ты можешь одну задачу закрыть, но отношение хорошее выстроить. Соответственно, если человек идет дальше на контакт, давайте я к вам еще раз приду, дополнительные фотографии сделаю, не знаю, под любым предлогом приходишь, дальше задачи закрываешь. Ну, вот я так считаю. И после этого уже будет вторая встреча. То есть, не важно, сколько фактических встреч здесь будет, сколько телефонных звонков, нужно все задачи первой встречи закрыть. А задачи первой встречи это какие? Да, какие задачи? Я не знаю, не могу сказать. Сразу. Ну, это сформулировано. Ну, я попытаюсь, конечно же. Первое, ну, это мотивация человека, насколько ему надо продавать все-таки. Почему он продает? Выясните эту мотивацию. Второе, готов ли он вообще сотрудничать? В чем? Сейчас. Ну, наверное, даже не так. Четыре основных вопроса на первой встрече. Это, какая ситуация у человека, почему продает, чем вы можете помочь? Три, четвертый, не помню. Одна встреча, во-первых. Так, первый вопрос, какая ситуация, второй, я ваша. Запиши просто. потом вспомнишь. Так, все, вспомнил. Ситуация, вторая ситуация, я вашу понял, какая ваша, почему продаете, то есть, какая проблема, какую проблему вы решаете с продажей квартиры. Так, цель лучше. Цель продажи. Третье, в какие сроки? Четвертое, чем я могу вам помочь? По спине прошло, да, вот, вот эти задачи нужно закрыть. Бывает так, что неправильно выясняешь действительно мотивацию. Вот сейчас, который договор закрыли, это бабушка, у нее была мотивация в июне. Вот, я хочу себе, так, 12 миллионов за квартиру мы продадим 100%, хотя стоит она по рынку 10500, я хочу, зачем вам квартиру, да, чего вы решаете. Так, мне нужно дом, он стоит 8, хотя по рынку там 7, то есть, она уже зарушена, хотя бы хотела купить. Второе, мне нужно ипотеку дочери загасить, третье, мне нужно машину, причем мне вторичку, нужна новая. А это важно было для нее, прям категорически, она еще не знает, по столу не пила, и что-то еще было у нее. А, еще отложить немножко на пенсию, ну, то есть, на пенсию жить невозможно, надо еще денег, это что, хорошая была у нее, батушка. Вот, ну, к чему в итоге свелось? Я думал, что мотивация так себе, в листинг запомнить рекламу, выставил, два месяца наторчала, никаких звонков не было, там пару показов всего было, и все. В итоге что, подошло конец лет, а, там я уже позже, это тоже в первую встречу ходил, но я встречался здесь не раз в четыре, наверное, по два часа сидел и его слушал. Выяснил, что 29 июля в нее рожает дочь, то есть, вот главная была, понимал, что к 29 июля мотивация будет расти, и после 29 июля, вот, договор закрыли, она это, вообще просто, продавайте все быстрее, купила машину вторичку, фиг с ними с деньгами, вот, ипотеку надо загасить, в итоге, квартиру, не важно, сколько она будет продана, надо дом, дом уже мы, старговались за пять, еще ниже готов, там, ищем другую недвижимость, машину вторичку купили, то, что с пенсии, на пенсию кружев, все, в итоге, такая была мотивация, ну, я к тому, что, почему это рассказываю, что, не всегда правильно мотивацию определяешь, вот эти вот моменты, все-таки, с человеком поддерживаешься, слышишь, нужно мысли продавать, не нужно, он, может, тебе, где-то обманул, опять же, по той же пирамиде, недалеко куда-то ушел, напоминаешь о себе, звонками, как-то так, не знаю, я пока эти моменты тоже до себя не уделал, не, ну, есть понятие переоценка, люди же переосмысляют, потом, вот, как ты говоришь, хотел первичку, потом вторичку купил, ну, тем более, жизнь, она идет, вот он, три месяца назад, ему одна подсевается, потом другая, он может вообще отказаться, я еще могу сказать, что, продажи, подошли, иногда, когда переходишь к вопросам, обсуждение этих вопросов, аэропорт, он им напортится, ну, то есть, опять же, комиссию, когда обсуждаешь, мне нужно, вам агент, мне нужен, какая у вас мотивация, почему, почему продаете, вот этот вопрос, почему меня из квартиры не раскатывают, за вопрос, почему он? Да, вы из квартиры, это человек, как он выкрутил? я говорю, почему продаете, он мне сказал, Алексей, на этом встреча наша закончена, я прошу выйти с моей квартиры, с Исканраду его взаду, ну, фактически, я считаю, я этот вопрос, если про пирамиду, то есть, вспоминать, приравниваю к ценностям, куда-то, к убеждениям, к ценностям, я ему зашел, сразу сюда, он залетел, да, да, почему продаем? Да, с ним работать, на нижних уровнях, это сразу, да, ну, и будем его делать. Вот, так, вопрос, почему иногда портят парафон, и я иногда, не зажимая этот вопрос на первой встрече, чтобы с человеком отношения не портят, но выясним позже, какая разница, чем портят с ним взаимоотношения, пускай он получил лист, не подпишет, поработаем с ним, позже сразу скажет, на вторую встречу придет, скажет. А вторую встречу, что называешь, договор? Вторая встреча, да, фиксирование уже конкретных, определенностей, вот эти уже опять моменты, уже романтируют. не будешь или сюда завершают. А? Не будешь или сюда завершают. Ну, я все-таки считаю, что я, так как я стажер, все-таки нужно сюда. Стеку, то еще недостаточно. А сколько ты раз встречу? В просторе с первого марта, о, четырнадцатом, шестнадцатом марта. С первого июня здесь. Юсин не движусь. Я тоже рад. А? Я тоже оттуда живу. Ну, мне там не понравилось. Все, аэропорт настраиваем. Ну, не знаю, у меня просто возникали вопросы. Там машина больше, тебя просто пыль с пылью ломает, да и выждена. Ну, да, у меня возникали вопросы по этапам первой встречи, по еще что-то, ну, как-то... А здесь тебя будут занимать? Ну, да. Там, когда я задал вопросы, мне говорили, ну, молодец, ты хорошо работаешь, а здесь выдают ответы, поэтому пришел сюда. Ну, так. Ну, в просторе с Джин Конд. Наверное. Нет, 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 давайте без медали. Все хорошо. Ну, вроде все, не знаю, как Мок рассказал, надеюсь, чем-то помогло. Вопросы? На первой встрече ты говоришь о комиссии, в принципе, да, там? Я думаю, что стоит этот вопрос задавать на первой встрече. Ну, я... Просто вопрос, сколько вы готовы заплатить? Да, сколько готов заплатить. А на втором уже конкретно говорите, вот, столько. Ну, там, опять же, надо смотреть, как это, внутреннее, твоя, твоя калибровка, насколько ты понимаешь человека. Если видишь, что ему можно зарядить 6%, то заряжай, чего нет. А если видишь, что там бабуля сидит перед тобой, ну, смысл, мне кажется, вообще спрашивать, сколько вы готовы заплатить, вообще это... Не очень вариант. Вообще не надо это делать. Готовы ли вы платить комиссию? Вот такой вопрос просто. И все. А какой-то закрытый вопрос. Да, нет. Хреновый. Да. Потому что он говорит, нет, не готов, ставьте сверху, давайте. Они сами понимают, что комиссия приходит. Сколько вы готовы, это уже предполагает, что вы готовы. Торговаться. Вопрос только сколько. Торговаться. То есть Алексей готов торговаться, спрашивает. Нет, не факт. Это вот опять же наше внутреннее понимание, что мы в этом смысле вкладываем. Сколько вы готовы заплатить комиссию? То есть уже вопрос, я не готов платить комиссию, уже в сторону. Я вопрос о комиссии обсуждаю, когда я говорю о том, что я могу человеку сделать. То есть я могу там сделать вам, просто продавать линейно, могу аукцион провести, могу комбинировать. Ты сам речь или миссии заводишь? Или они тебя выводят? Я сразу говорю, аукционов 6%, не ниже. Линейно договоримся. Сколько вы готовы платить? Здесь, при линейном. Сколько здесь? Комбинированное что? Ну что-то между, например, в один день ориентируйте, на продавителя растянут для него аукцион. Вот так. Спасибо. Вот. Ну и здесь стараюсь доносить, и если человек, видно, что человеку подходит аукцион, то доносишь ему 6%. Если видишь, что не подходит, ну смысл, просто вскользко говоришь. Вообще вскользко говоришь об этих услугах. Я, если вижу, что мотивация человека не актив, то я выстраиваю рапор. Если есть мотивация, то я стараюсь его во вторую встречу закрывать. Что я могу конкретно ему придумать, какое решение, что я могу ему продать. А если нет мотивации, ну смысл, что вы ему аукцион продадите, что линейно, он на все согласен. Все. Главное, чтобы токер. Главное, чтобы дешево и не продать. Я считаю, что вопрос о комиссии конкретно, сколько, где, все-таки здесь нужно закрывать, но здесь не оставить, которые опыта побольше, понимают, где чуть-чуть получше на данный момент моего развития. И они могут этот вопрос более предметно ответить. Опять же, тот же торм. Ну, ты не мешаешь, это же особо с ним. Ну, просто, как сказать, я иногда не понимаю, какой объем работ я буду делать. Вот так скажем. Зачем? Сегаитовые команды есть, что вы понимаете. Вот это, скорее всего, самое верное замечание, потому что ты не знаешь фронт работ, и поэтому ты не можешь оценить эту работу. Ну, я могу сказать, по опыту, что это в смысле аукцион это. Я думал, что это быстро так, сейчас быстренько все сделано. Когда у тебя будет пять сделок, да, проведено, ты уже будешь четко понимать, сколько вот ты будешь приходить на квартиру, и ты будешь понимать, сколько это работает стоит. Вот опять же, с бабулей, например, ну, выставил я ей 300 тысяч комиссию, а потом, когда в офис пришли, а вот же там, оказывается, с ней надо на дом ездить, дом подбирать, а еще и звонить там, ну, да это же больше получается, чем я, я уже сам все же думаю, какие 300 тысяч, упало что-то. Так это же уже другой договор. В смысле? Альтернатива. Скажи, на покупку уже. Ну, я с ней навстречу обсудил продажу, она не говорит, за 300 тысяч надо еще надо маслом, ну, есть там, щеку там. Нет, она сказала, не продажа и покупка за 300 тысяч все? Как раз вот этот разговор, мы человеку говорим про продажу, она говорит, вы что, грохнулись, мне купить надо. Вот это один из этого. Мы там про аукцион, про линейный, про комбинирование, вообще все красиво, там опять же эти, как у револьверной продажи рассказали, она смотрит, хлоп, хлоп, а мне дом надо, ну, что, ребята, и доплату надо. И опять же, запомните, три с половиной миллиона мне надо, вот три с половиной, вот обещайте мне, что у меня будет три с половиной миллиона. Вот по пирамиде еще есть вопросы кинем? А я еще раз обучил. Окружение, я первый раз в этом... Так, ну что, мы уже все сделали? Подняли, пока он не избил на встрече, где-то на пати. Ну, он нужен, быстрее, я хочу переехать. То есть сейчас переговорка, да, вот это вот окружение? Ну, да. Ну, здесь у нас уже и действие. То есть мы здесь еще обсуждаем какую-то тему. Мы здесь не просто так собрались. Ну, то есть первые два этапа, это логика, логичная. То есть мы собрались и поговорили. Отлично. Получается, мы с них в квартире тоже окружили. Да, действие мы языком достали. Меч. Языком с нами. Меч. Спасудности этого... То есть мы себя подаем, да? сейчас... Сейчас... Мы продаем свои... Подождите, парочку. Не задеваем. Выключено. Окружение. Окружение — это то, что человек окружает. Это вещи. То есть это материальный мир. Где он находится? Здесь... Как можно рапорт выставить? Это либо трепаться, о вещах... Трепаться о вещах, либо находиться в одном помещении. То есть, чтобы ты понимал, да? Вот, зайдет сюда незнакомый человек, да? Вот к нам в офис. У тебя есть рапорт с человеком на улице и с человеком здесь, который стоит здесь. У тебя уровень дайвера человеку, который зашел сюда, хоть он и незнакомый, так же незнакомый, как и тот, который с улицы, но ему доверять будешь больше ты ему, чем тому, что с улицы. Ну, тут у меня и территория, речь о том, что окружение, вы находитесь в одном месте. Ладно, в поле вы будете находиться, вы с человеком в поле находитесь, а второй идет там по дорожке. Ты у человека, который снова в поле, будешь доверять больше, чем тому, что по дорожке. Да, да. Вот. Либо так, либо трепу о вещах. Ну, вещи, которые его окружают. Картины, люстры, любимую тему Оль. Если тебе так удобно, можешь так. Действия. Это либо что человек делает, что он умеет делать, либо если вы что-то вместе делаете, какое-то действие. Обсуждаете, не знаю, как вам в целом проводить. Так, что еще? Какой-то... подписываете договор, ходите по квартире. Две с интересованных стороны, действие одно. Если тебе удобно, можешь так. Действие одно, да. Либо действие одно, либо обсуждение действия у человека. Что человек делает. Способности. Ну, здесь чем человек ценит, что именно он делает хорошо. То есть, чем я ценят для того, куда я пришел. Нет. Тебе же надо выставить с ним. Продавец, продавец. Да. То есть, чем человек ценит, который напротив тебя. Какие у него есть навыки. Чем он интересен. Что он умеет делать лучше, чем ты. Я выявляю что? Выявляешь эту способность и хвалишь ее. Ну, как пример. Либо можешь выявить эту способность и рассказать, что ты тоже так умеешь делать. От второго экрана. Да. Я, по-другому, в первый участок. Убеждение. Это почему? Вопрос. Сейчас, чтобы понятно было. Так. Почему он делает, ну, допустим, способность. Человек хорошо катается на сноуборде. Вот. Почему вы катаетесь именно на сноуборде? Вот это вопрос к убеждениям. Они на лыжах, да, примерно? Да. Или вообще так. То есть, я задаю вопрос относительно того, что я вижу. Ну, допустим, что на сноуборде кататься – это кайф. Это его убеждение. А ценность – это этот кайф, который он получает. Ну, допустим, мне нравится жить в этом доме. Я хочу вот эту продать и переехать в соседнюю квартиру. Почему вы хотите жить в этом доме? Да. Что вам здесь нравится? Совершенно верно. Так. Ценности. Это вопрос… Ну, он тоже относится сюда. Почему? Зачем? Это именно что? Вот ценность для человека. Не знаю. Рассказывается там историк там о семье. Ценность семья явно демонстрирует этот человек. Вот ценность самая глубинная. Какие еще есть ценности, которые можно обозначить семья? Ну, допустим, если человек сразу говорит… Семья, друзья, финальный отдых, а? Ценность. Зачем? Зачем, допустим, переезжаете, да? Зачем продаете? Ну, да. Четко вот в ходу тебе начали… Ну, он скажет убеждение, например, там, что я… Ну, ситуация, например, разъезд в две квартиры. Убеждение будет, что моей семье тесно, поэтому я разъезжаюсь, поэтому мне нужно больше, вот. Это будет убеждение. А ценность для меня – семья. В семье должно быть хорошо, поэтому я разъезжаюсь в большую… Площадь. Площадь. Так. То есть нужно это все проговорить. То есть не то, что… Он сам расскажет, нужно его слушать сначала. А потом нужно это еще дублировать. Ну, Холь ей дублировать, истории свои рассказывать, отмечать для себя, можно даже записывать на листе. Угу. Почему нет? То есть на стадии ЗИС вот эта вся шкала проходит? Сейчас, извините. Когда ты похванишь эту ценность, человек для себя бессознательно выделит, что вот ты его понимаешь, наконец-то пришел тот риелтор, который меня понимает. Он понял, почему я хочу продать. На стадии на первой в состоянии ЗИС ты вот это все просказываешь? Слушай, слушай, слушай. ЗИС это не стадия, ЗИС это инструмент. Заткнись и слушай. Ты больше должен слушать. 95% ты смешаешь? Да. Вот по этой всей скале до ценности я просто говорю. Потом ты будешь разговаривать, да? Ну, ценность, это вообще, в принципе, на первой встрече можно добраться вот отсюда. Ну, можно, конечно, выше подняться, но оно не у каждого. Во-первых, сформировано вот это вот. А во-вторых, ну, это не нужно тебе вообще, в принципе. Достаточно подстроиться по ценности. И можно уже рассказать о комиссии? Ну, да. И у тебя стоит на первой встрече такая эгоистическая ценность. О, вы это говорили. Да. Вы уже не форсируете эти темы. Да. И еще раз. Вот эти уровни он в человеках осознает. Он это понимает, что у него это есть. Он понимает, что его окружает. Он понимает, что он делает. Понимает, какие у него способности. Это осознанный уровень. Ой, сознательный уровень. Все, что выше, человек не осознает. Это бессознательный уровень. Подсознание находится? Да. Это находится в подсознании. Может. И если вы для себя это отмечаете, подстраиваете, человек может быть сознательно понимает, что вы только пришли, и что вы пришли к нему вообще по делу. А бессознательно вы уже его друг. Вот так. Если выскочили на ценности. Конечно. Не выскочили. Это должно быть не выскочили. Это должно быть проработано. Нужно обращать внимание. Потом это у вас уже складывается. И уже сам подбираешь и сто, и понимаешь. Ну то есть уже поначалу первую встречу тяжело вот это все контролировать. Как-то с подсказкой не сидишь. Я бывает затупаю. Ну сидишь, а он тебе что-нибудь говорит. Ага. Понятно. Зиск. Что же думаешь? Блин. Так. Ага. И гоняешь. Что же не дальше-то задавать? Какой-нибудь вопрос задашь, чтобы отвлечь, а сам все равно гоняешь. Ага. Ну как-то так. Ну вот. Работать хочу сказать еще. А вот самая ситуация, что там дальше нет? А? Ничем человек ценен. Ну вот это, ну там один и те же вопросы. Кто я? Кто я? Где мое место в этом мире? Вот это вообще очень глубоко. Он даже друзьям говорит. Некоторых даже друзьям это не могут рассказать. Ну если критический статус начнется по душам, то кто расскажет? Ну такой вопрос чаще всего по душам в бане. И с алкоголем. Ну. А на первой встрече мы не знаем. Как это уже бессознательно говорить начинаешь? Ха-ха-ха. В бане точно. Первая встреча в бане. Ха-ха-ха. Плохо. Окружение одно, действие так бывает. Алло, квартиру продаете? Да давайте встретимся в бане. Ха-ха-ха. 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 Когда вам удобно сегодня? В шестнадцатом или восемнадцатом? Ну все. Может еще вопросы? Оля. А расскажи еще про людей твоего психотипа или как это называется? Ну это еще на час. Можно по-другому встречу? Да. Спасибо. Что зеркалить нужно или... Ну зеркалить это другое. Это относится... Это больше вербальная подстройка. Подстройка к пониманию человека. То есть... То есть...